Накануне вечером в школе в городе Паркленд в южной части штата в результате стрельбы погибли 17 человек. Бойню устроил 19-летний юноша по имени Ник Круз, бывший ученик школы, которого отчислили из неё год назад за плохое поведение. Ему после допроса уже предъявлено обвинение в преднамеренных убийствах. Президент России Владимир Путин принёс соболезнования своему американскому коллеге. Сам Дональд Трамп был немедленно проинформирован о случившемся. В своём твиттере он написал следующее. Мои молитвы и соболезнования я адресую семьям жертв ужасной стрельбы во Флориде. Ни один ребёнок, учитель или кто бы то ни было больше никогда не должен чувствовать себя в американской школе небезопасно. Тем не менее, это уже 18-е, только за этот год, 18-й инцидент со стрельбой в американских школах. А среди всех инцидентов за всю историю наблюдений этот, вероятно, войдёт в десятку по количеству жертв. Одним из самых громких стало расстрелы учеников школы в штате Колорадо в школе Колумбайн в 1999 году. Тогда, как известно, погибли 13 человек. Их расстреляли два старшеклассника. Это была подготовлена акция. Американский журналист Дэйв Каллен написал о причинах той бойни книгу Колумбайн. С ним в Нью-Йорке встретился мой коллега Владимир Ленский. Дэйв, с момента, когда была опубликована ваша книга, было уже столько массовых расстрелов, что вам пришлось написать новый посткриптум. Почему эти ужасы происходят в Соединённых Штатах? Никто не знает наверняка, но, на мой взгляд, эти кошмары продолжаются из-за их неослабевающего воздействия на умы подростков. Важно понимать, кто эти убийцы. У большинства из них суицидальный депрессивный синдром. Депрессию часто неправильно воспринимают, как просто печаль. Нет, это люди, которые дошли до предела. Агент ФБР как-то сформулировал мне, это очень удачно. Речь о людях в ситуации беспомощности и безнадёжности. Два, казалось бы, очень разных состояния, но вместе они доводят парня, а стреляют почти исключительно парни, доводят его до отчаяния. Он считает себя жалким лузером, а свою жизнь насмешкой. Он уверен, что не вырвется из замкнутого круга, нет никакой надежды, ничего с этим не сделаешь. Он чувствует себя беспомощным. В таком состоянии пребывает большинство людей, которые совершают подобные преступления. Они, знаете, такие непринятые сверстниками ребят, они и популярные в школе, и не спортсмены, и не отличники. И вот кажется, что взяв в руки оружие, они приобретают не только славу, но и власть над другими ребятами. Люди говорят о них с изумлением, даже годы спустя. Подростки во всём мире и сейчас заводят сайты, посвящённые стрелкам Колумбайна. Девчонки пишут о них любовные стихи, романтические новеллы, делают в фотошопе с ними свадебные альбомы. Получается, убийцы обрели всё то, чего хотят депрессивные, беспомощные, потерявшие надежду. Для них это выход. Это тот один чудесный способ, который решит все проблемы. И мы в масс-медиа, к сожалению, сами не желая того, даём им этот образ силы и величия. Дэйв, почему у этих убийц, школьных убийц, такая международная популярность? Что вызывает к ним интерес? Интерес подростков к этому действительно заметен во всём мире. В течение 4-5 лет после расстрела в Колумбайне мне попадали сети в Ютьюбе, а потом в Инстаграме, в Твиттере. В основном ребята из Америки. Но в последние года 3 я стал замечать, что основной массив сайтов и комментариев на эту тему на языке, которого я не знаю, китайским, русским, других славянских языках. Это глобальный феномен. Подростковый возраст, он ведь всюду трудный. Мы все через это проходили. Каждый подросток иногда чувствует и беспомощность, и безнадёжность. Некоторое время назад, после серии суицидов подростков, нетрадиционной ориентации в Америке, была кампания, когда звёзды кино и телевидения, открытые геи, обращались к подросткам со словами, что будет легче, школа закончится через пару лет. Но, конечно, до тинейджеров трудно достучаться. Им кажется, что их ситуация навсегда. Они как бы внутри этого пузыря, внутри негатива. Есть для этого состояние вполне анатомическое объяснение. У подростков ещё не до конца развиты лобные доли мозга. Поэтому дети беззащитны. А какую роль во всём этом играют социальные сети? Социальные сети в этом смысле по-настоящему страшная сила. Раньше я и сам думал, что люди по этому поводу просто зря паникуют. Но сейчас я должен сказать, что и сам вижу, как далеко и быстро распространяется влияние этого феномена. Это в особенности заметно в международном масштабе и, в первую очередь, в отдалённых уголках планеты. В США, где массовые расстрелы, к сожалению, не редкость, по крайней мере, дети видят последствия этих преступлений по телевизору. Люди в шоке, люди плачут, кто-то потерял брата, сестру, друга. В школах теперь проводят даже учения и инструктаж на случай ЧП. В каждой американской школе это делается после Колумбайна. То есть влияние интернета, сайтов и сети уравновешивается тем, что происходит в реальном мире. Есть возможность более-менее реально оценить последствия, которым приводят массовые расстрелы. Другое дело, в районах более удалённых, как я слышал, в сибирском городе, или ещё один пример был на Урале. В России ведь ничего подобного раньше не происходило. Как же этим ребятам, которые набрели в интернете на сайт фанатов Колумбайна, как им отличить реальность от фантазии? И вот этот парень в Сибири, он ведь мог контактировать в сети сотни, может даже с тысячей фанатов Колумбайна. А для него это уже целый мир. Ему может показаться, что так думает большинство его сверстников. Ему не с чем сопоставить это влияние из интернета. Поэтому, на мой взгляд, влияние социальных сетей где-нибудь в Техасе гораздо слабее, чем в дальнем сибирском городке. Да и в какие уроки Колумбайна были проигнорированы или просто не были выучены? Самый главный урок, который мы так и не усвоили, это влияние подростковой депрессии. Вскоре после Колумбайна секретная служба совместно с Министерством образования провели глубокое исследование всех школьных расстрелов в США за последние 25 лет. Именно это исследование обнаружило, что три четверти стрелков — ребята в глубокой депрессии. Что они предпринимали попытки суицида или говорили о нем. Колумбайн в этом смысле не совсем обычный случай. Эрик, лидер, был настоящим психопатом. Это очень нетипично для массовых расстрелов. Но второй-то парень действительно был в глубокой депрессии, как и большинство других стрелков. И вот этот момент мы упустили тогда и продолжаем не замечать сейчас. Большинство людей продолжают считать, что стреляют в школах люди психически больные. А вот и нет. Это не психически больные. Это глубоко закомплексованные и страдающие от сильной депрессии подростки. А ведь диагностировать депрессию очень легко. Есть простой тест, который занимает всего около минуты. В нем вопросы типа, сколько дней за последний месяц тебе было грустно. Это очень просто. Дети ведь хотят, чтобы их услышали и врать не будут. Исследования показывают, что дети склонны врать родителям, чтобы защититься или чтобы не расстраивать маму с папой. Но ни учителю, ни тренеру, ни доктору, тинейджеры лгать не станут. Такой тест стоило бы проводить в каждом классе ежегодно. Но этого не делают. Почему, как вы думаете, эти случаи в основном мы замечаем в провинциальных школах, в школах далеких от больших городов? Проблема в том, что там живут определенные дети? Или проблема в том, что просто у них доступ к оружию гораздо легче, чем у тех, кто живет в больших городах? Это остается тайной. Наиболее вероятный ответ как раз в том, что вы сказали, доступ к оружию. Абсолютное большинство стрелявших нашли оружие дома. Если вы живете в пригороде или маленьком городе в американской провинции, то вероятность того, что у вас в доме хранится оружие, гораздо выше, чем в таком городе, как Нью-Йорк, например. В большинстве городов контроль за оружием довольно строг. К тому же здесь не так много, например, охотников. Я знаю, у людей в провинции, у которых по 50 стволов дома, а то и больше, давно наблюдается четкая связь, что в районах, где продается много оружия, совершается и больше преступлений с применением оружия. Наверное, не только доступ к оружию, но и привычка к оружию играет роль. Я в городе не держал оружие в руках, пока в армию не пошел. Меня и сейчас к оружию не тянет. Дэйв, если с проблемой оружия в Соединенных Штатах президент Обама не мог ничего сделать, президент Трамп не хочет ничего сделать, есть ли вообще выход из этой ситуации, из этой тяжелой ситуации для Соединенных Штатов? Контроль за оружием – это самый крепкий орешек. И, пожалуй, самый главный вопрос. В ситуации с Россией, например, мы видим, что вы переживаете волну школьного насилия, но в отличие от нас в Америке, у вас нет в домах такой массы оружия. В результате нет такого огромного количества жертв. Ножом или коктейлем Молотова много людей не убьешь, и это хорошо. Большинство американцев, даже члены Национальной стрелковой ассоциации, поддерживают контроль над оружием. Но мы не смогли ничего предпринять, даже после убийства маленьких детей в Нью-Тауне, даже после массового расстрела в Лас-Вегасе. Просто руки опускаются. Мы даже уже не говорим о контроле над оружием, как будто это просто недостижимая фантазия. Безвыходная ситуация. Кирпичная стена, тупик. Применяйте какие хотите метафоры. Впрочем, у меня все еще есть надежда на лучшее будущее. Но я не знаю, что именно нас к нему приведет. И придется ли нам для этого пройти через нечто еще более чудовищное. Это Дэйв Каллан, американский журналист, автор книги «Колумбайн» о расстреле в школе в штате Колорадо. Болорадо.